Дмитрий Дудко 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 до 25 мая. Для дворовых территорий до 25 мая должны быть проведены общие собрания собственников в многоквартирных домах, на которых жители определяют те виды работ, которые они хотят сделать у себя во дворах. Жители определяются с видами работ, подают заявку, дальше работает межведомственная комиссия, уже субъект рассматривает эти заявки. Аналогичную проектную сессию по благоустройству активистов Общевоссийского народного фронта провели также в Бакчисарая и Симферополе. Святослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Движение катеров по маршруту радиогорка Артбухта возвращается к штатному расписанию, сообщает прислужба правительства Севастополя. С утра 15 марта после ремонта на линию выходит второй катер. Движение будет осуществляться в штатном режиме. Напомним, с 18 января текущего года на линии радиогорка Артбухта ходил один катер. Родители неблагополучных семей начали ставить на обязательный учет в образовательных учреждениях Севастополя. Сотрудники школ и детских садов проводят профилактические беседы с мамами и папами, а также регулярно навещают семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Такая работа, по словам специалистов, поможет вовремя избежать лишения родительских прав, а также снизит уровень подростковой преступности в городе. В 2016 году уровень подростковой преступности в Севастополе возрос примерно на 40%. Причиной правонарушений, по словам специалистов, зачастую становилась неблагополучная обстановка в семье и отсутствие должного воспитания. Взрослые не занимаются детьми, не вникают в их проблемы, а в худшем случае сами провоцируют аморальное поведение ребенка. С марта 2017 года на учет в школы и детские сады ставят не только трудных детей, а и их родителей. Постановление было принято 17 февраля на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На учет будут ставиться внутри ведомственные не только дети, подростки, но и вся семья. Там, где мама с папой не исполняют свои обязанности. Это позволит, во-первых, сократить количество семей, сократить количество родителей, лишенных родительских прав в городе. Но и самое главное, не приведет к тому, чтобы ставился вопрос об отобрании детей. Это позволит каждому ребенку жить и воспитываться в своей кровной биологической семье. Мы очень на это надеемся. Профилактическую программу для родителей составляют в образовательном учреждении. Подключать к работе также можно сотрудников полиции, органы опеки и социальной защиты населения. Главное – выявить корень проблемы и найти правильный подход к каждому члену семьи. В зависимости от того, какие причины привели к социальному поведению ребенка, и будет разрабатываться система. Если, допустим, ребенок попрошайничает или бродяжничает, вполне возможно, что в семье нет материальных возможностей. Вполне возможно, что нужно родителям помочь устроиться на работу. Либо помочь оформить социальные пособия. Даже если семью будут посещать систематически на дому, это уже определенный вид контроля, это уже подстегивает родителей. Они уже предполагают, что к ним придут, и они уже к этому готовятся. В случае, если профилактическая работа, проводимая педагогами, в течение двух-трех месяцев остается безрезультатной, вопрос выносится на разрешение в комиссию по делам несовершеннолетних. На сегодняшний день в Севастополе четыре территориальные и одна городская комиссия, в которых стоит на учете порядка 70 семей. Анастасия Синица, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. В кинотеатрах Севастополя пройдет бесплатный показ программ «Бесогон ТВ» известного режиссера Никиты Сергеевича Михалкова. Также 49 выпусков безвозмездно передадут региональным телеканалам, творческим объединениям, а также культурным и обозревать образовательным учреждениям. По задумке организаторов, помимо демонстрации передач будут работать дискуссионные площадки, на которых каждый может высказать свою точку зрения. Первый выпуск программы «Бесогон ТВ» вышел в марте 2011 года. В своей передаче Никита Сергеевич Михалков поднимал актуальные темы – духовно-нравственное воспитание молодежи, вопросы современного кино, проблемы мировой политики. За несколько лет программа полюбилась миллионами телезрителей, однако большинство россиян жалуются – передачи выходят в эфир в очень неудобное время, приходится смотреть выпуски в записи. Члены Союза кинематографистов решили дать возможность показать программу «Бесогон ТВ» на региональных телеканалах и в городских кинотеатрах. Инициативу поддержал сам автор проекта. Я говорю, Никита Сергеевич, ну давайте как-то сделаем акцию. Смотрите, вся Россия просит, давайте сделаем акцию. И Севастополь первый пойдет решать эти вопросы. Он говорит, да спасибо тебе большое. И, в общем, сказал, что он пришлет нам авторские права на это. Это очень серьезно, потому что он нам оказал просто огромное доверие. На сегодняшний день Никита Михалков разрешил бесплатно показать 49 выпусков программы «Бесогон ТВ». Со временем их количество будет увеличено. Помимо демонстрации телепередачи, севастопольцы предлагают обсудить поднимаемые автором темы. Дискуссии будут проходить в городских кинотеатрах сразу после показа выпусков программы. Будет обязательно кто-то из кинематографистов участвует в этом процессе. И обратная связь может быть еще осуществлена через электронную почту или же в кинотеатрах «Севастополькино» выставлены пиящики снарки Севастополь ТВ. Обратная связь. Бесплатный прокат передачи «Бесогон ТВ» в кинотеатрах города начнется 15 апреля. Вход свободный. Подробная информация о времени показа каждого выпуска будет опубликована на официальном сайте Севастопольского отделения Союза кинематографистов. Александр Тимофеев, Анатолий Кукса, информационный канал «Севастополь». Как найти интересную информацию, как правильно ее преподнести и каковы современные тенденции журналистики? Ответы на эти вопросы можно узнать на первом молодежном медиафоруме, который стартовал в Севастополе 13 марта. Пройдя предварительный отбор, его участниками стали 77 человек. Основная цель – вовлечение молодежи в журналистскую деятельность и популяризация профессии медиасреды. В программе лекции и мастер-классы по различным направлениям. В качестве экспертов выступают журналисты из Севастополя и Крыма, известные блогеры, фотографы и видеографы. Завершится форум 16 марта. К нам приедет главный редактор и учредитель журнала «Весь Крым» Ростислав Лазебный. Он расскажет о становлении своего журнала, о том, как он развивался. Еще у нас будет интересная лекция, связанная с блогерством. Ну и очень много еще чего другого. У нас есть шесть направлений, среди которых СМИ и досуг, СМИ и развлечения и СМИ и наука. Радует, что это одно из мероприятий, первых мероприятий, которые проходят в рамках нашей поддержки молодежных инициатив, через грантовый конкурс региональный. Молодежь в городе очень активная, очень объективная. И с учетом всяких различных политических течений, веяний и дрязг, мне кажется, вот эти ребята будут освещать те новости и делать тот контент, который идет от души, который идет от сердца, который действительно отражает в сериале и проблемы, и трудности, и успехи молодежной среды города-героя. В городе завершился второй круг детско-юношеского турнира по регби. На своем поле севастопольские грифуны одержали победы в двух возрастных категориях. Игры проходили по упрощенным правилам. Турнир по регби прошел два этапа. Первый – Феодосии, второй – на стадионе 200-летия Севастополя в двух возрастных категориях. Играли и юноши, и девушки в смешанных командах. Старшие среди ребят 12 и 13 лет победили севастопольские грифоны. На втором месте – Феодосийское море. Регби становится вновь популярным в нашем городе. Ребята и девочки очень увлекаются новым видом спорта, для них новым видом, потому что в школах этот вид спорта не преподается. Мы начали работу в 2014 году, и ребята сейчас показывают уже результаты, как они играют прекрасно в овальный мяч. Родители мальчишек и девчонок считают рейкбельжовским видом спорта, но для детей существуют разновидности этого олимпийского вида. В школьном движении мы используем начальные этапы рейкби, это облегченные рейкби. Рейкби-ленточка, рейкби-тач, это докасание. И уже когда человек обретает определенные навыки, тогда он уже начинает играть более приближенно к обычному рейкби. В младшей группе, возраст ребят 9-11 лет на первом месте, наши грифоны. На втором – сборная шестой школы, на третьем – море Феодосия. Среди лучших рейкбистов Анна Карева, Назарий Шмат, Денис Макаров, Кирилл Васильев. Помощь в проведении соревнований оказали учителя физкультуры. Виктория Висич и Михаил Лагута, Виктория Агеева, Светлана Лобзина и мастер спорта София Битюкова. Дмитрий Еремеев, Владимир Милянский, информационный канал Севастополя. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин